Вопросы развития физической культуры и спорта в Тульской области были рассмотрены сегодня на заседании рабочей группы по приоритетному направлению «Здоровый и сильный регион». Со всеми подробностями мой коллега Александр Конов. Экспертная группа по направлению «Спорт» впервые собралась за пределами здания регионального правительства. Заседание прошло в пресс-центре старейшего в России велотрека. Тульская область, несмотря на масштабное строительство спортсооружений в последние годы, по нормативам все равно обеспечена только на треть. Если программа социально-экономического развития региона рассчитана до 2021 года, то почему бы не помечтать о глобальном? В Туле нет универсального дворца спорта, в Туле нет крытого велотрека. Это, в общем-то, у нас велосипедная столица, и везде уже крытые велотреки в мире. У нас его нет. И, конечно, нет легкоатлетического универсального манежа. Представители технических видов также мечтают о своей площадке для тренировок и соревнований. Я думаю, что это места могут два у нас. Это бывшие наши аэродромы для малой авиации, для большой авиации. Это Клоково и Мясного. Еще один важный вопрос – подготовка кадров для спортивной отрасли. В этом направлении в Туле работают два крупнейших вуза, но у нас, например, не готовят специалистов по работе с паралимпийцами. Как и в оборонной отрасли, здесь нужен госзаказ. Учреждения должны выходить с такой инициативой. Они рады готовить, они так готовят, но нужно, чтобы это было действительно поставлено на такую ногу, что мы выпускаем специализированные учителя, преподаватели, тренеры. Вообще вопросов в спортивной отрасли гораздо больше, чем ответов. Это и финансирование, и тренерские зарплаты, и физкультура по месту жительства на предприятиях и на селе. Если говорить о развитии детского и массового спорта, то прошедшая в Туле процедура оптимизации спортивных школ не во всем пошла во благо. Например, пришедший заниматься в секцию юный ликотлет или велосипедист сразу же попадает в школу Олимпийского резерва, что, мягко говоря, не совсем правильно. Вообще же принять участие в разработке программы социально-экономического развития региона имеет возможность каждый житель Тульской области. Свои предложения можно оставлять на сайте регионального правительства tullaregion.ru Александр Конов, Алексей Моисеев, Вести Тула.